Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Главное» начинается. Я с вами, Сергей Скрипник. Сегодня у нас в гостях депутат парламента Республики Молдова, БКС. Правильно я назывался? Блока «Коммунисты-социалисты». Диана Караман, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители, тоже добрый вечер. Заместитель председателя парламента Республики Молдова, господин Влад Батрынчев, добрый вечер. Добрый вечер. Уж так нам судьба дала, что в Республике власть меняется каждые четыре года. Но вот продолжение этих изменений – это власть одной партии в Республике Молдова, при которой получилось так, что все законы нарушены. Повторяю, все. Основываясь на том, что Конституция в Республике Молдова потеряла свое значение. И хотелось бы спросить депутатов народных, как же мы докатились до такой жизни и куда нам дальше следовать? Женщине – первый вопрос. Как вы считаете? Давайте, я вот… Концовку мою помните? Да, да, с большим удовольствием отвечу. В этом отношении, как молодой политик, могу сказать, что здесь ответственность все должны осознать, как политики, так и граждане. Потому что хотим мы не хотим, но выбор всегда остается за гражданами. И когда они верят каким-то политикам, они потом получают тот результат, который получают. В этом отношении сегодня, как быть дальше и что делать дальше. Сегодня очень важно сделать правильный выбор. Потому что, если мы говорим о местных выборах, то от результатов этих местных выборов я абсолютно уверена, что очень многое зависит. В том числе возможна смена власти и досрочные выборы. И я в этом отношении призываю всех граждан Республики Молдова осознать свой выбор, осознать свою значимость, важность в собственном государстве. Взять на себя ответственность за будущее нашей страны и активно участвовать во всех политических избирательных процессах, для того, чтобы потом не сожалеть о том, что пошло что-то не так, или какие-то политики не так управляют гражданами. Будучи депутатом парламента, выезжая очень часто в территории, встречаясь с гражданами на местах, поднимаю важный вопрос, который вроде бы после разговора с нами они осознают, что помимо выборов граждане могут спокойно требовать с власти ответа. И нам надо научиться требовать с власти, с любой власти, вне зависимости, какого она цвета, как она называется. И когда мы научимся все вместе спрашивать и заставлять власть отвечать перед народом, тогда, я думаю, что и жизнь в нашей стране изменится, и все у нас будет хорошо. Выводы должны прежде всего сделать, конечно же, люди. Потому что когда на нас, на оппозицию, я пытался понять отношения людей, вот очень часто в наш адрес мы слышим критику, что оппозиция что-то там не делает, не довыполняет, не тянет и так далее. Мы последние два с половиной года бились с режимами и в парламенте, и вокруг парламента, и протесты, большое количество разных мероприятий. Ну, конечно, у оппозиции ограниченный инструментарий. И я пришел к выводу, что вот это отношение людей, то есть повышенное требование к оппозиции, все-таки связано с какой-то внутренней досадой, с тем, что люди были готовы и рады обманываться два с половиной года назад, когда им Майя Санду и ее подручные пообещали космические условия жизни, европейские фонды, миллиарды инвестиций, высокие зарплаты, пенсии, сельскохозяйственникам, увеличение в разы субсидий, пятое-десятое. Люди тогда очень массово поверили этим обещаниям, этим мифам и дали 63 мандата нынешней власти. Очень быстро поняв, что их обманули, ощутив рост цен, инфляцию, тарифы, обнищание, ощутив, что бизнес ежедневно закрывает действующие предприятия, люди поняли свою ошибку. Но, к сожалению, это так работает, что признание собственной ошибки, это не означает ее автоматическое решение. И нынешняя власть не собирается уступать общественному мнению, где-то там давать назад. Закон в Республике Молдова перестал существовать. Почему? Абсолютная эйфория безрассудства одной политической силы партии, которая вдруг решила, что у них абсолютный мандат делать все, что угодно. Не нравится закон, не работает, меняем его под себя, как закон о прокуратуре, более 10 раз менялся. Да, не существует норм стандартов. Ну, я вем мандату упопорлый, да. Но мы им объясняем, вы получили мандат не для того, чтобы насиловать закон, а потому что вы пообещали много. Мало того, что вы и не собирались это выполнять, но стало еще гораздо хуже. С этой точки зрения и политики, но и все люди должны осознать ответственность за то, что происходит, голосовать мудро, умно и ответственно. Потому что анализ 30 лет показывает очень просто. Времена, когда во главе государства находились левые партии, в данном случае блок коммунистов и социалистов, который мы с коллегой представляем, это были времена, когда что-то строилось, развивалось. Это и морской порт, это и железная дорога, это и государственный аэропорт, и многие другие предприятия, которые приносили прибыль государству. И период правых, начиная с 90-х, приватизации, грабительское отношение, и безответственное, бестолковое отношение к тому, что было построено до них. То есть они почему-то считают себя вправе распоряжаться народным достоянием. И исходя из этого, люди должны поддерживать и голосовать рационально за те команды, которые показали результаты. И не верить, не верить сказочным обещаниям, не верить технологиям, не верить грязи, не верить манипуляциям. Голосовать надо ответственно. Я абсолютно согласен с Дианой Караман. Местные выборы сейчас должны стать желтой карточкой, и ПАС должен уйти. Вот это будет самое свежее голосование, где люди четко скажут, нынешняя власть обанкротилась, у нее нет политической поддержки, люди голосуют против ПАС. Дальше мы вступаем за местными в национальные выборы, и мы уверены, что люди все же на этот раз проведут работу над ошибками. Власти в Республике Молдова придут, государственники и люди, которые ответственно относятся к публичным делам. Хороший ответ. Только не желтая карточка. Желтая карточка – это предупреждение. Красная будет на президентских и парламентских. Ну, надеюсь. Но все равно тогда вопрос у меня напрашивается. Госпожа Караман. А, товарищ Караман. Извините. Почему тогда ваша фракция парламентская не идет тем же блоком на местные выборы? Социалисты идут по своему пути, коммунисты по своему пути. Безусловно, вопрос может возникать, но на него есть очень простой ответ. Блок мы создавали на уровне парламента. Он действует. Мы хорошо находим общий язык по всем вопросам общей позиции. Наши идеологии близки, наши программы и какие-то ценности тоже близки. Но при этом мы две разные партии. Местные выборы – это имеет свою специфику. Представьте мне или расскажите мне, например, как блоком можно идти в селе, где всего семь канцельеров. Как делить места, как убеждать людей, что не члены этой первичной партийной организации, которые работают на эту партию, должны идти в списках, а мы должны как-то это разделять. Я абсолютно уверена, что мы идем параллельно в этих выборах. Мы в дальнейшем, по идее, должны взять в кольцо пас и не дать им возможности выиграть на выборах и продолжать то бесчинство, которое они делают на центральном уровне, встречаясь с гражданами по всей республике, в том числе в Кишиневе. Хочется верить, что они говорят правду, и действительно у нас это получится. После выборов обязательно сядем за стол переговоров, обязательно определим самые актуальные вопросы, поддержки граждан, улучшение жизни в каждом населенном пункте и будем говорить о создании блоков на местах. Но так как эта специфика местная, она отличается от парламентской, было принято такое решение, которое, я думаю, что очень актуально и правильное. Ну тогда вопрос опять же к вам. Ну это понятно, но по закону идет борьба между партиями. В том или ином населенном пункте ваш представитель будет выступать против социалиста. Там же невозможно не бороться за место примара, например. Ну в зависимости, как вы представляете себе процесс борьбы, почему-то у нас борьба сразу воспринимается как какая-то агрессия и какие-то нападки друг на друга. Нет, я это не имею в виду. В цивилизованном государстве каждый идет со своей программой, со своей командой, и люди выберут тех, кто им ближе, тех, кто с ними был на протяжении всего периода рядом. И я абсолютно уверена, что люди сделают правильный выбор. Самое главное понимать, что сегодня этот выбор не должен стоять на стороне ПАС, потому что выбрав сегодня кандидатов от ПАС, это значит ликвидировать собственное село, потому что все мы понимаем, что они пойдут по принятию административной реформы, о которой они давно говорят, пытаются консультироваться, но не получают поддержки ни среди населенных пунктов, ни среди населения. И сегодня каждый гражданин, который будет делать выбор, обязательно должен осознать, что голосуя за ПАС, это значит голосует за ликвидацию собственного села. По их плану должно остаться 9 районов, как были раньше уезды, а это значит объединение или создание из 15-20 сел одного, с одной примарией, с одной школой, с одним медицинским пунктом и так далее, и тому подобное, с этой инфраструктурой. Поэтому сегодня граждане должны изучить наши предложения обеих партий и сделать выбор в пользу той партии, которую они считают нужным и правильным. И еще раз подчеркну, надо понимать различия между парламентскими выборами, президентскими выборами и местными выборами. Понял, но борьба идеи не прекращается между партиями. Здесь Диана все ответы обозначила, потому что это было официальное решение блока, единогласное, это мы обсуждали и принимали решение совместно, что в результате у нас сохраняется национальный блок. Я лично убежден, что мы будем двигаться и дальше, потому что у нас полностью совпадают цели по освобождению Молдовы, по ее возрождению и по прочим вещам. Что касается местных выборов, мы приняли решение обе партии, что мы возьмем большее количество советников, канцелеров, и наш результат совокупный будет больше. Соответственно, это увеличится влияние на местах, которое нам очень необходимо для того, чтобы совершить необходимые изменения на национальных выборах. Диана права в части того, что власть идет по пути пассивного уничтожения сел, городов, районов, то есть через так называемые добровольные объединения, но, что интересно, они убрали понятие референдума, где люди этих населенных пунктов должны принимать решение по своему населенному пункту и его примарии, и они отдали это на откуп советам. То есть проще советников в нескольких селах убедить, поломать, чтобы они приняли решение об объединении сел в одну примарию. С этой точки зрения наша стратегия тоже правильна. Мы возьмем большее количество советников. Мы не допустим голос за наши... Кстати, у нас принцип однозначный, ненападение и сотрудничество в районах. Мы это довели до всех наших коллег. В большинстве случаев абсолютное понимание есть. Поэтому все мы двигаемся организованно, правильно. После этих местных выборов мы уверены, что наш блок станет сильнее. Возможно, он обрастет и за спиной нашего блока. Мы сумеем объединить еще какие-то политические проекты, необходимые для того, чтобы в стране появилась мощная сила. Потому что сегодня речь уже не идет об каких-то там оппозиционных, личных или партийных интересах. Речь идет о том, что Майя Санду продаст страну с молотка. Она уже это делает. Исходя из этого, людям нужна сильная альтернатива, сильная организация, которая готова взять на себя ответственной стране и восстанавливать руины. Это уже не какие-то слова, это уже какая-то, если хотите, историческая необходимость. Поэтому у нас серьезные планы по строительству вокруг нашего блока. И цели и задачи у нас совпадают. Ваш блок был создан в период парламентский. После этого мы объявили официально о создании постоянно действующего политического блока. Великолепно. Значит, вот этот постоянно действующий политический блок будет участвовать не в местных выборах вместе, а только в парламентских и в президентских. В национальных. Ну, национальных, но... Ну, и на местном выборах нас извиняем. Мы и так, мы просто есть вещи, которые мы не можем раскрыть. Это наши внутренние технологии. Это стратегия. Да. И плюс еще хочу подчеркнуть, опять же, политический блок. Политика решается в парламенте на местном уровне. Это хозяйственные вопросы, это вопросы опытных людей, которые решают... Там меньше политики, там больше решения конкретных насущных проблем граждан, с которыми не сталкиваются каждый день. Потому что эта власть ближе всего к народу. Поэтому, когда мы говорим о политическом блоке, все логично. Ну, у каждого своя логика. Логика. Правильно? Да. Да, у нас она здоровая. Вот так вот каждый партийца говорят. Нет, не у всех она здоровая. Ну, выборы покажут. Но действия все-таки власти, высшего уровня власти, премьер-министра, председателя парламента, а затем уже президента, хотя она этого не говорила, но говорили очень откровенно, знаете, шантаж. А те, после выборов, примары, которые будут не за европейскую интеграцию, извините, зрители, но нужно напомнить, они сказали, что они будут участвовать в тех проектах, которые будут финансироваться. Например, это знаменитое европейское село. Как вы реагируете на это все? В этом отношении это еще раз один показатель, что эта власть не заинтересована в развитии страны, не заинтересована в разрешении проблем граждан, власть, которая занимается селекцией, да, уаминь-бунь, уаминь-не-бунь, есть люди, которые достойны, все остальные недостойны. И мы видим, как это круг очень мал, мы видим, что это идеология или практика фашистская, потому что именно фашисты в свое время тоже селектировали людей, считали, что кто-то имеет... Нацист. Нацист. Имеет право думать, рассуждать, говорить, определять позиции, кто-то не имеет. Я считаю, что это очередной раз показало, что эта власть непрофессиональная, власть не заинтересована в том, чтобы люди жили лучше, чтобы Молдова развивалась. И это еще один сигнал для наших граждан. Если они хотят, чтобы это все прекратилось, если они хотят видеть политиков, патриотов, людей, которые действительно идут в эту власть, берут эти полномочия для того, чтобы исполнять свои программы, для того, чтобы улучшать качество их жизни, то они должны сделать выбор не в пользу ПАС. И я абсолютно уверена, в отличие от представителей власти, я людей из-за идиотов не считаю. И я, когда с ними встречаюсь, даже в самых отдаленных уголках и селах, вижу, как люди все осознают. Несмотря на то, что им закрывают телевизор, несмотря на то, что им говорят, как им нужно думать, как им нужно рассуждать, как им нужно оценивать ситуацию геополитическую, как им нужно оценивать ситуацию в стране, люди все прекрасно понимают. У нас замечательные люди, умные люди, наивные иногда, иногда мечтательные хотят верить в лозунг «хорошие времена», но тем не менее они все прекрасно осознают, они все прекрасно понимают. И я очень надеюсь, что сделав выбор, они сделают правильный выбор, и мы все будем наслаждаться хорошей жизнью в нашей стране, развивать нашу страну, потому что я очень надеюсь, что у всех нормальных и здоровых людей именно такое желание – развивать свою страну, желают ей самого лучшего, а это значит, что надо избавиться от представителей фонда Сороса, от граждан Румынии во власти, от тех, кто пришел страну разрушать, но никак не развивать. Ну, разрушать, не разрушать. Ну, разрушать. Уровень разрушения достиг своего пика. Что вы скажете? Ну, для меня это САТО «Еуропиан» – это абсолютно предвыборный проект, через который сегрегируют примарию удобных, неудобных кандидатов и шантажируют их деньгами. Но что самое интересное, какими деньгами людей шантажируют? Публичными деньгами. Потому что те деньги, которые, собственно говоря, распределяются, это налоги, которые собираются в территориях, но которые вместо того, чтобы оставаться, распределяться обратно в территорию, идут в казначейство и потом возвращаются в территорию через политическое сито правительства, госканцелярия. Б – это внешние займы, кредиты, которые будут возвращать те же люди, и возвращать и платить налоги будут люди, независимо от того, за кого они голосуют, и независимо от их политических предпочтений. То есть людей шантажируют их собственными деньгами. Потому что сегодня нет денег Майя Санду, сегодня нет денег ПАС, сегодня есть бюджетные деньги, которые зависят от карманов налогов людей. И в том числе и те долги, которые придется возвращать не Майя Санду и ПАС, а придется возвращать людям. С этой точки зрения, почему у нашего блока, у наших левых партий логика здоровая, единственное, правильная, потому что я помню времена, 2001-2009 год, да, программа «Сатул Молдовенецк», когда газифицировались водопроводы, канализации, все села, независимо от того, кто там примар. Я вспоминаю 2020-2021 год, проистокику, поддержанную нами социалистами, когда мы выделили по миллиону лей на дороге всем примариям, независимо от того, кто примар. Потому что это настолько примитивно, глупо и даже с политической точки зрения неумно. Люди не будут за тебя голосовать, потому что ты там загоняешь их в угол. Ты можешь в нашем обществе вызвать этим только агрессию и отрицание. Соответственно, это даже с их точки зрения абсолютно нелогично, нездорово, и будет иметь обратные последствия. Все примарии должны получать финансирование в соответствии с законом. Точка. Можно еще два слова про европейское село? Конечно, вы не спрашиваете у меня разрешение. Что касается европейской села, еще очень два важных момента, на которые мы никак не можем получить ответы. Это, во-первых, насколько я знаю, в европейских странах такого понятия, как село, нет. И о каком европейском селе они говорят, непонятно. Но мне понравилась мысль, как-то ее высказал господин Асталеб, о том, что какое европейское село, как в Румынии, как в Болгарии или как в Швейцарии, почему нет конкретного понятия, какое европейское село вы хотите построить. Вы нам даете, опять же, какую-то конфетку, прячетесь за мишуру, но при этом люди, например, которые даже хотят, или примарии, которые хотят участвовать в этом проекте, не понимают, о чем идет речь конкретно. Какая конкретная окончательная точка европейского села? В какой момент оно будет называться европейским? И самое главное, что они получат от того, что это будет называться европейским селом? Та дискредитация вообще всего европейского, это у ПАС получается лучше всех. Потому что и последние опросы нам очень четко показывают, что люди в большинстве своем уже отказываются от идеи европейской интеграции. В большинстве своем я, как представитель молодого поколения, которая росла и в школе мне рассказывали, что европейские ценности, демократические, это правильно, рассказывали, что это значит соблюдение закона. Сегодня просто не понимаю, либо это просто обман был, либо сегодня, скорее всего, сегодня и Европа совсем по-другому выглядит. И Европа себя ведет по отношению к таким странам, как Молдова, закрывает глаза на вот это беззаконие, дискредитирует себя, в том числе перед молодым поколением, в том числе перед гражданами, которые живут в этих странах. И в большинстве своем, сегодня, встречаясь с гражданами на местах, я слышу, что они не хотят Европы такой, которую нам представляют, они не хотят пропаганды ЛГБТ, они не хотят подмены понятий, и они уже не хотят хороших времен. Говорят, дайте нам нормальные, хватит с нас хороших времен. Это на самом деле, если осознать, это какой-то маразм, это страшно слышать от человека, говорит, не хочу хороших времен, дайте мне нормальные. Поэтому эта дискредитация по всем фронтам, к сожалению, негативно влияет и на осознание наших граждан того, что происходит. Осознание наших граждан того, что происходит, мне упоминают советские времена, где все разговаривали на кухне о насущных проблемах, ну о тех минусах, которые были, о плюсах почему-то не было принято говорить. Сейчас опять на кухнях разговаривают, но ни в коей мере не стараются вложить лепту в противостояние к той власти, которая присутствует. Я бы с вами в этом плане не согласилась, потому что акции протеста, масштабные акции протеста подчеркивают, что есть люди, которые готовы бороться, и они борются. У нас есть организация Гайдуки, которая возникла. Ребята, молодые и взрослые мужчины, парни отстаивают очень активно позицию партии через акции протеста, через свою организацию. Мы видели мужчину, который вышел к солдатам НАТО, или к американским солдатам, очень четко и активно высказал свою позицию. Он высказал, не побоялся. И таких на самом деле немало людей. Такие люди есть, и они готовы говорить не только на кухне, они готовы бороться за свои права. Я очень надеюсь, что у нас получится консолидировать в том числе этих людей и обеспечить смену власти. Да, что-то маловато вид на их. Ну, Гайдуков вы назвали, тогда давайте пройдемся, прогуляемся по названию Гайдуков. Они не могут демонстрировать без применения силы какое-то сопротивление власти. То, что было. Гайдуки сопровождали или кого? Князей, да? Или участвовали в разбойных нападениях, как главный Гайдук у нас был господин Котовский, который затем перешел к революционерам. А данный случай к большевикам. Это к вам. Это исторически, да, но при этом... Название. В названии, да. Но при этом надо понимать, что и времена меняются, и цивилизация, и права человека, и в том числе методы борьбы с властью, да, или показ своего недовольства, тоже различаются, тоже модернизируются. И не обязательно это должны быть восстания. Я против насильственных восстаний, агрессивных восстаний. Погодите, вы против Европы? Давайте вспомним Францию, Германию. Какой Европы? Протестные действия. Во Франции и в Германии, оказывается, там право у человека есть... Да. ...восставать в определенной мере, влиять на те решения правительства и государства. У нас, оказывается, молчащие в камышах, это самый демократический образ борьбы. Смешно. Более того, если, прошу прощения, если говорим про Францию, про Германию и про их право... Я про всех говорю, но я взял крупные страны. Это право на восстание, в том числе насильственное, написано в преамбуле Декларации прав человека. И это право принадлежит всем странам, членам ООН. А кем соблюдаются? В том число. Назовите. Вот Молдова, пожалуйста, вы говорили деревни и села, да? Ну, так как мы православные, наши населенные и малые населенные пункты называются селом и деревней. Разница в одном. Там, где есть церковь, там деревня, а там, где нет церквушки, там село. В католицизме, ну, литеранство в Германии и так далее, и так далее, там нет таких сел, деревень. А в Болгарии, в Румынии они есть. Здесь что-то в историю мы вошли. Давайте уйдем от этого и прослушаем ваше мнение. Да, давайте возвращаться к нашей конкретике. Благо, люди в Молдове начали просыпаться, преодолели во многом свой страх. Начали появляться, наконец, аграрии, многие из которых привели к власти, да, нынешний ПАС. Вспахивая. Я помню те трактора, которые пытались въехать прямо в парламент. Потом мы увидели два года такого деликатного умолчания, где-то начали робко видеть, но сегодня многие аграрии проснулись. Завтра у нас серьезные встречи с патентообладателями. Я помню, как их использовал очень активно ПАС в своей борьбе с нами. Хотя мы были теми, кто продлевал им патенты. А АЛАЙБ и прочие, и же с ним, Раду Мариан, находясь в парламенте в оппозиции, предлагали продлить им патенты до 25-30-го года. Придя во власть, они сказали, все, патентам нет. Хотя времена стали гораздо хуже, кризис государства не обеспечивает людям никакой альтернативы, ни занятий, ни рабочего места, ничего. И сегодня власть центральная горда говорит о том, что 100% чуть ли не согласны перейти на их условия, на кассы, аппараты и так далее. Вот мы даже в Бельске завтра освещаемся, люди, которые торгуют овощами, фруктами, молочной продукцией, местными продуктами и так далее. Люди, которые с трудом справляются, потому что невозможно ничего планировать. Дорогая логистика, дорогой транспорт, все дорогое. Люди выживают, при этом давайте заберем у них патенты. И мы с этой тематикой, нашим блоком обратимся в ближайшее время в консольный суд, потому что находясь в тяжелейшем кризисе, который происходит во многом благодаря неспособности, импотенции нынешнего правительства. Власть вместо того, чтобы протянуть помощь, руку помощи, ухудшила их условия. Еще и говорит, все, патенты закрыли. И еще и центрального телевидения говорит, что все нормально, люди со всем согласились. Будут и завтра у нас такие встречи, вот сельскохозяйственники, патентообладатели, малый бизнес, который фактически в республике Молдова выживает. Другие категории людей, медики, педагоги, люди начали понимать, что им обещали просто космические зарплаты, повышения и так далее. Мы им повысили на 70%, эти вот сейчас перед выборами еле-еле созрели на что-то. И в связи с этого, если мы говорим о нашей реальности, о том, чтобы люди поднялись и сместили власть. Да, есть роль, важная роль и ответственность политических партий, мы ее осознаем, но есть категории населения, организации, которые должны быть активны. Это транспортники, это те же профсоюзы и многие организации, которые когда-то были очень активны. Я помню, есть такая она структура в Молдове КАЛМ, да, конгрессовый туртез лор-локали Дин Молдова. Я помню еженедельные декларации, когда наше правительство Кеку, еженедельные декларации, осуждающие, яркие, помню протесты, то-сё. Два года молчали, сейчас, когда поняли, что молчать уже нельзя, начали там робко говорить, но хорошо, что начали говорить. Что, собственно говоря, процесс реформы местных властей происходит вообще без местных властей. И плевать хотели на их мнение. Из этой ситуации, наконец-то, мы начали видеть хоть какие-то декларации, что, оказывается, нарушается принцип децентрализации финансов, распределение полномочий, что, оказывается, есть проблемы с тем, что у районов забирают их компетенции, забирают их больницы, собственность и так далее. И мы уверены, что вот эти местные выборы, они всколыхнуты местные власти, и сельскохозяйственников, и патенчиков, и многие другие категории, которые должны выйти и сказать, мы ошиблись, власть нас обманула, начиная с местных выборов, где показали власти, что доверия нет, хотим национальный выбор. Люди должны понять одну вещь. Нету того государства, той власти, либо кого-то там, того парламента, того правительства. Это парламент, это их людей, это правительство, это их людей, это их деньги, нету бюджета, опять же, чего-то. Это бюджет людей. И тогда, когда мы будем иметь активных людей с позицией, не какой-то там молчаливый, робкий, покорный протеста, настоящий протест, тогда будут шансы избрать тех людей, которые будут представлять их интересы. Ой. А самое главное, нет волшебной палочки, которая взмахнуть и сменять. Да, у нас эта позиция требует. Мы прожили два с половиной года под сильнейшим террором, и люди от нас ждать. Ну, чего же вы их не снимете? Мы говорим, ну, вы и голосовали, да, но без вас мы не можем. Но с этой точки зрения, конечно, та волна, которая должна поменять ситуацию в стране, она не может быть узкопартийной волной. Это должен быть действительно национальный протест, национальная волна. И очень четкое требование, чего мы хотим в сельском хозяйстве, чего хотят педагоги, медики, те же патентщики, те же сельскохозяйственники и так далее. Мы всегда готовы были предложить им платформу. Мы находили деньги на сельское хозяйство, нас сделали плохими в сельском. Мы находили деньги на медиков, нас сделали плохими для медиков. Люди должны провести очень серьезную работу над ошибками и впредь больше не ошибаться так. И вот местные выборы для них великолепная возможность. Когда власть находится в руках одной партии, хотя мне сложно назвать ПАС партии, честное слово. Уж извинят меня наши зрители, но нет такой партии. ПАС это сборная солянка непонятных людей, которые всю жизнь работали на деньги Папы Карла. Но самое интересное, что фонд Аденаура содержит полностью наш состав президента. Я вот удивлен, где это есть аналог? Где фонд Аденаура содержит президента и весь его секретариат? Сергей Васильевич, партии бывают разные. Нет, голубые и красные, я знаю. Что они, собственно говоря, и не партии. Это случайно сбитый, собранный из разных паззлов механизм. Мы не зря создали этот красный блок. Людям нужна альтернатива, нужно объединять профессионалов, людей. Тогда, когда есть нормальная, сильная государственная команда, были очень серьезные результаты и в Республике Молдово. И для нас это не какое-то теоретизирование, это конкретный план мероприятий, это конкретный опыт, это то, что было и то, что можно построить. Судя по тому историческому опыту Республики Молдова, имея большинство в парламентское и выиграв выборы коммунистическая партия Республики Молдова, утерял свою власть за счет переворота. Значит, вам, последователям большевиков, претят, претят, переворот совершить. Ну, давайте рассуждать, давайте свои личные оценки. Это одно, другое, надо вспомнить те события, которые были. Это не было переворотом, потому что власть сменилась не в результате событий 7 апреля, а в результате двух попыток неудачных избрать президента, после чего по закону, который мы соблюдаем, и мы отличаемся от Плохотнюка, от Майи Санду, от правых, которые сегодня все ненавидят за то, что они не соблюдают закон, вы с этого начали передачу. Мы отличаемся тем, что мы закон соблюдаем. И согласно закону, две неудачные попытки избрания президента, всего 60 голосов, он уже 61, последовали досрочные парламентские выборы по закону, в которых также люди, которые жили комфортно, подумали, что можно еще лучше. Давайте посмотрим что-то новое. Нам часто в предвыборных кампаниях до этих говорили, давайте новых политиков. Нам надоели старые, нам все лица уже примелькались, нам нужно что-то новое, давайте мы попробуем новое. Попробуем Филата, который обещал 200 долларов пенсии, 300 долларов, 500 долларов зарплаты и так далее, и тому подобное. Люди чисто психологически, если поговорить с социологом, вот этот маятник 8 лет, демократическим путем, 8 лет люди смотрят, если все устраивает, все нормально, им всегда хочется попробовать чего-то нового. Попробовали, убедились, в 14 лет мы живем, партия коммунистов не находится у власти. И к большому сожалению, в течение этих 14 лет никто не смог доказать, что есть кто-то лучше, никто не смог построить более лучшие условия, чем построили при партии коммунистов. Никто не смог, ну вот разве за исключением, когда правительство Кику избрали, не избиралось ни одно правительство профессионалов по партийному принципу. Вы же помните, что при приходе альянсов у нас начали с министерства делиться по партийному принципу. Брали в правительство людей только по партийному принципу. Я вот в понедельник имела встречу в одном из столичных лицеев, где преподаватели с меня, опять же, с представителя оппозиции спрашивали за министра образования, как он там оказался, по каким квотам. Их это очень оскорбило, что неужели в ПАСе, поддерживаемых в том числе педагогами, и не нашлось людей, которые в этой системе работали и могут предложить какие-то решения. И они меня вот тогда и спросили, а когда началось это деление правительства по партийному принципу, когда в правительство главным критерием того, чтобы ты стал министром, это твоя приверженность к партии, твоя верность, приближенность к представителю парламента, к президенту является. Я напомнила, и они вспомнили, они это подтвердили сами. Напомните, пожалуйста, это стало возможным с 2010 года, когда к власти пришли альянсы за евро. Один, два, три, тонны альянсы. Нет, достижение коммунистической партии Республики Молдова. Ну, одно достижение было, чтобы Плохотнюк помогал финансово развиваться коммунистической партии. Затем он вышел, купил партию ДПМ. Да? Купил. Плохотнюк. Начал возглавлять и по партийному принципу, значит, на все государственные посты назначать своих людей. Давайте вспомним про Плохотнюка. Плохотнюк при коммунистах занимал какую-то должность? Еще раз говорю, он финансировал. Я не говорю за должность. Это вы так считаете, что он финансировал. У меня есть финансовые документы, нас проверяет ЦИК. С 2009 года проверяют очень тщательно. Плохотнюка там нет. Все остальные ваши суждения... Это не мои суждения. Ну, опять же, коммунистов в 2009 году очень много в чем обвиняли. Прошло 14 лет, ни одного дела, ни одного доказательства нет. У нас даже коррупционеров нет доказательств все эти годы. Например, господина Лучинского спросить, как он молдавскую ГРЭС продал за 28 копеек, и почему она нам не принадлежит? Никто не спросил, почему аэропортовые сборы, построив новый аэропорт, напоминаю телезрителям, с наших налогов платили. С этим, оказывается, плохо. Турки построили, нужно туркам еще раз построить. И начали еще брать 2 доллара с продажи каждого телефона в счет погашения кредита турецкой компании, которая еще раз построила этот аэропорт. Вот. Послушайте, назовите мне хоть один процесс против судей, которые были пойманы за руку при получении взятки. Напомните, кто был осужден. Хотя бы для начала. Давайте я изучу этот вопрос, я скажу. Но давайте по другому. Потому что иногда не надо передергивать. Нет, я не передергиваю, говорю конкретные факты, которые у вас есть свое личное мнение. Я договорю, можно по этому вопросу. Я вам предложу, так же, как и представителям ПАС предлагаю в парламент, особенно, когда приходят исполняющие обязанности генеральный прокурор. Если у вас есть конкретные факты, вы можете предоставить это прокурору. Вы хоть раз писали заявление, донос на имя прокурора в связи с тем, что вы знаете... В свое время, когда меня полицейские поломали позвоночник, я написал, ну, заявление, что было отклонено генеральной прокуратурой. Самое интересное, просто они так решили сделать. И вы на этом остановились. Вот так. И никогда генеральная прокуратура не была независимой. Я могу пофамильно вспомнить, как радовались, когда говорили, папа, это папа. Я потом спросил, он здесь у меня был на программе, я спросил, это генеральный прокурор, он не хотел ответить. Но потом мне сказал, это папа. Господин Средин, мы рассуждаем, папа, не папа, на уровне сухи, качество жизни. По факту, вы сказали мне сейчас. Да, по факту, но это, опять же, ваше личное мнение, ваш личный разговор. Почему это личное мнение? Ваш личный разговор. Люди об этом говорят. Люди, видно, мы с разными людьми общаемся. Конечно, вы же коммунистическая партия, я никому слышу. Знаете, что мне говорят люди? Да. И что показывают опросы? Что при коммунистах жилось лучше. Что при коммунистах у нас долг уменьшился в разы. Да. Что при коммунистах у нас победили бандитизм. Вот тогда. Что при коммунистах у нас дважды в год повышалось. Факты. Это статистика. Статистика МД. Когда господин Воронин произнес очень интересную речь, сказав, что он победил организованную преступность, я смеялся полтора часа. Вы смеялись. И у Сталина этого не получилось. А у господина Воронина, да. Ну, давайте выйдем к каждому слову. Который отбирался, всех назначали кем? Бандитами и ворами в законе. Воры в законе. Ну, это, видите, ваше личное мнение. Какое? По фактам. Да. По фактам. Если мы выйдем к людям, они скажут совсем другое. Они сказали, что после 2001 года они спокойно могут оставлять машины у подъезда. После 2001 года к ним перестали ходить, выпрашивать деньги. Видите, у каждого свое понимание. Поэтому повысился уровень уличной преступности. Поднимите все факты. Поднимаем. И он уменьшился. Я говорю по качеству жизни граждан. Я говорю, что сегодня качество жизни граждан было лучше. Было. И самый всплеск, первый эмиграция из нашей страны был господин Воронин. Потому что он официально начал учитываться. А сколько возвращалось людей? Нисколько. А до 2001 года, когда вы создавали партию в «Ласточки», блоки входили, да? Это было в 1997 году. Когда вы в 1990 году создавались теми, которые потом украли Молдову. Вот тогда было просто нелегально выезжали за границу. При коммунистах этот процесс был поставлен легально. Люди официально могли выезжать. Границы не закрывались. И тогда, конечно, цифра была показана такая, которая была учтена в 1990-е годы. И многие возвращались. Но опять же, мы с вами можем много спорить. Но есть статистика, есть качество жизни. Господин Батринч, я думаю, подтвердит с 2001 по 2005 год. Я как раз подумал по фактам за это время. Потому что я знаю вашу личную историю. Но думаю, что эту личную историю надо обсудить отдельно. Потому что там отдельный факт отдельного нападения на отдельный бизнес. В 2001-2002 годах были уничтожены организованные преступные группировки. Могу перечислить четыре из них основных. Они у всех на слуху до сих пор. Они исчезли. Я не думаю, что будет правильно, чтобы я называл сейчас эти имена. Вы их хорошо знаете. И телезрители их хорошо знают. И с 2001 года люди перестали бояться выходить вечером гулять и так далее. Но самое главное. За два года закрыли все долги по зарплатам за пенсию. За восемь лет была отстроена банковская система. Закрыто 73% внешнего долга, ВВП. Построили крупнейший государственный банк, прибыльный банк о деэкономии, который приносил 200 миллионов леев в год дохода в бюджет. Аэропорт приносил 80-90 миллионов леев в год в бюджет прибыли. Табачный комбинат был прибыльным. И приносил тоже, не помню цифру, но тоже речь идет о десятках миллионов. И могу перечислить вам еще два десятка предприятий. Энергетический сектор работал на государство, приносил денег. Именно поэтому за эти годы сумели не только выплатить внешние и внутренние долги, но и поднять зарплату в 7-8 раз, пенсии поднять более чем в 10 раз и держать под контролем цены. В те времена, как факт, был феномен Плохотнюка. Но феномен Плохотнюка знал свое место. И феномен Плохотнюка не был в политике. Когда Плохотнюк вышел на публичные позиции, после революции 2009 года, 7 апреля, так называемой революции, можем отдельно поговорить, не судь. И тогда он пошел открыто во власть. Тогда все предприятия, которые я перечислил, что-то исчезло. Как кража миллиарда, исчез крупнейший государственный банк, банк декономии. Аэропорта дали в концессию. Тогда железная дорога стала работать в минус, и на железной дороге стали появляться долги по зарплатам. Внешний долг государства при первых правительствах Альянса вырос до 70 миллиардов леев. Сегодня прямая санду превысила 100 миллиардов леев. Правительство вернуло аэропорт, это было правительство Кико, которое расторгнуло контракт, концессии. Был доведен этот процесс год назад, до разумного, в период, пока расторгался этот контракт. Там аэропортный сбор был направлен в внимание, в социальный фонд, из него платили индексации, пенсии и многие другие вещи. Еще раз повторюсь, коммунисты, социалисты, потому что тогда была единая команда, Воронин, Гречан и Додон, сделали гораздо больше государства. Здесь можно фактов приводить огромное количество. К сожалению, Сергей Васильевич, в чем вы правы, наша судебная система всегда была далека от защиты простых людей. Всегда были влияния внешне. Но и тогда, в те времена, все-таки судебная система немножечко опасалась, имела какой-то страх, имела какой-то контроль. Сегодня этого нет как таковое. К сожалению, идеальной системы нет. Но все цифры и факты говорят о том, что правительства, которые были до 2009 года, и 2020, и 2021, в разы лучше, чем остальные вредные правительства. Через свое отношение к государственной собственности, как можно, вот это финансирование через европейское село, это уголовное дело. Потому что это... Там не одно уголовное дело. Это селекция, это все будет. Реформа юстиции, это будут уголовные дела. Но я очень надеюсь, что третье правительство... Будут уголовные дела при вашей победе. Третье правительство, которое будет при победе. Я очень надеюсь, Сергей Васильевич, что мы когда-нибудь в этой студии обсудим уголовные дела в отношении тех лиц, которые допустили приватизации, воровство публичной собственности. Потому что сегодня нынешние деятели, которых по-хорошему после этих деклараций должен был прийти прокурор и взять под белые ручки, они сегодня планируют новую концессию аэропорта. И ищут, видите ли, не имея мандата, ищут нормального концессионера. Вы ничем управлять не умеете. Если вы не можете управлять государственным аэропортом, идите... Так нет знаний. То же самое. Выходят вот эти так называемые министры. Собираются приватизировать Red North, Fee North, крупнейшие промышленные, стратегические, энергетические предприятия этой страны. Поэтому полемика должна быть. Вы, интересно, пополемизировали, но тем не менее, есть принципиальные вещи, которые надо четко обозначить. Должна прийти нормальная власть. Сейчас нормальная власть мы отвечаем за то, что говорим. Можем обеспечить мы для того, чтобы остановить приватизацию, дерибан этой страны. Кстати, еще один факт. Воронин с Додоном открывали порт Джорджи Лешты в 2008-2009 годах. Мы построили, какая была гордость у маленького государства, получить вот свой этот маленький выход морю, построить вот это все, чтобы сегодня мы узнавали о том, что этот государственный порт, что им государство не может управлять. Его дали европейскому банку, но банк это не управляющая структура, не управляющая организация. Она не управляющая, она владеющая. Это капитал, который сегодня мы узнаем, что оказывается уже есть третьи стороны, которые ведут диалог, переговоры с Европейским банком на предмет управления нашим государственным стратегическим портом. Исходя из этого логика простая. При красных, при нормальной власти государственников строится государственный порт, приходят правы и ищут, где что дать в конце, и все отдать в управление. Пока мы не разберемся с этими вещами, я вот тут, если позволите, закончу на следующем выводе, возвращаясь к вашей дискуссии. Мы не можем иметь нормального государства, законов и судебной системы, которая даст людям справедливость, пока нет своей экономики. Пока нет самостоятельности. Подлинный независимый суверенитет – это экономический независимый суверенитет. Мы его готовы обеспечить. Это было. Тогда мы можем говорить о судебной системе, которая не будет обслуживать рейдеров, что понравился ему банк Скрипника. А ну-ка давай, как мы там Скрипнику поломаем жизнь для того, чтобы у него забрать банк. Это феномены слабого государства. Это феномены того, что когда государство самоустраняется и работает мафия. Потому что то, о чем вы говорите, я все-таки считаю, что это сугубо мафиозные дела, движения. При сильном государстве даже нормальная власть, при нормальной власти даже Плохотнюк знал свое место. Да, а я вот знаете, чтобы вы здесь не подумали, что я против коммунистов. Я скажу так, я сторонник смены поколений, ярых. Потому что новые реалии позволяют молодым людям с теми или иными идеями, коммунистическими, коммунистическими, социалистическими, не социалистическими, воплотить в жизнь те идеи, которые помогут жизни простого народа. Ну мы видим 14 лет. Новые люди. Пас пришли же как новые люди. Хотя мы пытались объяснить, что Майя Санду это... И вот еще один момент, который вы обсуждали. Революции, да? Методы. Я не говорю о революции. Почему мы разные? Я думаю, перебору. Почему мы разные? Потому что для нас это здание не их. Это здание наше. Это публичная собственность. Поджечь здание, здание парламента, я вам могу дать цифры, абсолютно скандальные. Восстановление парламента после 7 апреля. Когда начиналось с 300-400 миллионов, то мне с корректификацией дополнительно. Дошли до миллиарда леев. Столько заплатили за бал, за то, что кто-то развлекся, повеселился, получил досрочные выборы. Президентуру. Президентуру восстановили при Додоне при помощи турок. Потому что молдавское государство не могло у себя в центре города, одно из зданий, символов нашей государственности, не могли его довести до ума. Поэтому наша технология борьбы. Люди должны протестами добиться выборов. А дальше на выборах люди не должны ошибаться. Тогда мы получаем легитимную власть, уважение государственным символам. Потому что это на самом деле не так сложно. А, идем там, зайдем в парламент. Дальше что? Вы туда зашли. Дальше что? Куда вы двигаетесь? Что вы делаете? Это вопрос сейчас к пас, надеюсь. Потому что они пришли туда не знают куда. Ладно, давайте уйдем на рекламную паузу. Это буквально минуточка. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза. И мы продолжаем нашу интересную беседу. Хотя молодежь такая горячая. Будешь спорить всегда. Как надо. Вот. Напоминаю, в гостях у нас Диана Караман. БКС депутат парламента республики Молдова. Я открою тайну. Она кандидат на пост примара муниципия Кишинел. Генерального примара. Правильно? Генерального? Все правильно. О. А также заместитель председателя парламента республики Молдова Влад Батрынч. Продолжаем нашу интереснейшую беседу. И знаете, такая она. Редко бывает политическая. Знаете, там дипломат один, дипломат второй. Боятся кого-то обидеть, оскорбить и так далее. Я задам, опять же, один вопрос. Обещанная прозрачность в освоении средств, полученных от наших, как говорится, друзей европейцев, непрозрачна. Деньги теряются, ну, с феноменальной скоростью, потому что они сами, ну, эти, которые у власти пас, не знают, куда делись, например, полтора миллиарда долларов. Вот не знают, хоть убей. А мы этого не чувствуем. Обман. Инфляционные процессы на сегодняшний день, читая новости, оказывается, у нас идет снижение. Ладно. Объясняю нашим телезрителям. Если в прошлом году было 37, минус, инфляция процентов, и пенсионеры, как и я, получили всего 13,5 процентов, это нормально. Хотя по закону звучит 37 должен быть. Ну, ладно. Так вот, в этом году, оказывается, снизилось на 5,6. Значит, инфляцией у нас все-таки диктуют условия финансовые. И вопрос простой. Как вы считаете, где деньги? Деньги, я абсолютно точно уверена, в карманах упасть. Мы сегодня видим мощную предвыборную кампанию. Сама презентация чего только стоила. 8 экранов. У нас кризис, у нас ЧП, у нас нечем платить людям зарплаты. Но при этом установить сцену на всю площадь театра, оперы и балета есть возможность. Установить экраны. Я, как, опять же, кандидат в генеральный примар, могу сказать, что это очень дорого стоит. И вот они деньги. Вот мы видим конкретно воплощение тех денег, которые дают нам как кредиты и как гранты. Это значит, в экономику были влиты денежные средства, которые пошли... В карманы. В карманы представителям ПАС. Ну, давайте так образно. В карманы. Потому что, ну... Ну, вы образно. Я не дипломат, я говорю, в карманы конкретно ПАС. И абсолютно точно уверена, что за это они будут отвечать. Но в качестве депутата не раз делала запрос в правительство в отношении того, чтобы они мне, как депутату, человеку, который имеет в том числе право иметь работу с государственной тайной, если они считают это тайной, получить ответ и документ. Куда, как, на сколько, когда пришли, куда ушли, как израсходованы. Не получила ни одного ответа в течение двух лет. Но у вас в парламенте было выступление на эту тему? И выступление на эту тему было, и на комиссиях мы это все обсуждали. Самое интересное, о русском языке. Да. Но самое еще что интересное. Если вы заметили, уже сегодня нет ни одной партии, ни проевропейской, ни левой, которая не говорит и не бьет в колокола, в том числе для представителей Европы, что деньги нетранспарентно расходуются, что никто не понимает, как они входят. Для этого они вводят ЧП. ЧП, под эгидой которого они скрывают контракты на покупку газа. И люди, которые оплачивают со своих карманов цены, тарифы на газ, не знают, на каком основании контракт был заключен, на каких условиях, потому что это коммерческая тайна. Я вообще не могу себе представить, чтобы в жизненной практике такое было возможно. Если ты приходишь в ресторан, тебе дают счет на очень большую сумму денег, а потом тебе говорят, что, когда ты просишь, дайте мне посмотреть, почему такая сумма, они тебе говорят, что нет коммерческая тайна. Вы представляете, чтобы кто-то нормально это воспринял. Но, к большому сожалению, вот это вот запугивание народа, где-то манипуляции представителей власти приводят к тому, что люди как-то спокойно на это реагируют, хотя на собственном примере уж точно бы так не отреагировали. И в этом отношении десятый раз, у нас юбилейный раз, приняли ЧП. И десятый раз они нам говорят, что это все в рамках закона, они не превышают решение Конституционного суда о конкретных полномочиях чрезвычайной комиссии. Но при этом, вот то, что вы говорите, сокрытие, отсутствие транспарентности в получении кредитов. Но они сами обещали прозрачность. Ну, то, что обещали, и они не выполняют это одно, но то, что они нарушают закон за то, что они потом будут сидеть долго и нудно, это подчеркивает их настоящее основание для введения ЧП. Это ключевая основа сидеть. Сто процентов. Как вы считаете, куда эти все-таки 1 миллиард 200 миллионов, я округлил, пропали помощи наших коллег из Европейского союза? Существуют деньги, деньги попадают всегда в бюджет. Существуют принципы, как этот бюджет планируется. Эти принципы определяет, опять же, закон. Через парламент, через процедуру. Два с половиной почти года ЧП, эти деньги работают нетранспарентно, распределяются незаконно через решение соответствующей комиссии, хотя она не имеет этого мандата, что тоже будет лежать в основе уголовных разбирательств. Но давайте определим, куда все-таки эти деньги направляются. В условиях падения экономики, падения сельского хозяйства, падают доходы с таможни, не генерируются новые доходы бюджета. Дефицит бюджета дошел до исторического максимума. То есть 7-8-9 миллиардов лей – это дефицит, который надо каким-то образом перекрыть, потому что есть соответствующие расходы. Что они сделали? Вы должны объяснить дефицит бюджета внутреннего. Да, национального бюджета. Национальный бюджет, государственный бюджет, публичный. А можно тоже задать вопрос, между прочим, если уж дело пошло о финансах, интересно. Скажите, а дефицит внешнего бюджета, который составляет 10 миллиардов, что-то 800, по-моему, миллионов. Внешние долги государства, государственный долг, перерос психологический, исторический, политический уровень в 100 миллиардов леев. Не считая внутренних долгов. А это не считая, поэтому я спросила тоже за внешние. Есть понятие, вы как бывший банкир знаете, ХВС, Хартиди, Валардиста, то есть то, что государство выпускает облигации и предлагает их коммерческим банкам. И коммерческие банки по каким-то причинам их выкупают. Но мы еще об этом поговорим. Да, это отдельная дискуссия. И это внутренние долги. Долги выросли до космических масштабов. За счет чего? Нынешняя власть, правительство не в состоянии, не способны генерировать доходы в бюджет. И поэтому они увеличивают долги. Внешние долги идут на покрытие дефицита бюджета. Но как формируется этот дефицит? А, убивают собственную экономику, собственного производителя, собственное сельское хозяйство. И мы в парламенте не то, что поднимаем эти вопросы. У нас целый ряд инициатив нашего блока, нашей фракции направлены к конкретной мере стимулирования экономики и сельского хозяйства. Еще одна инициатива – это плафонирование доходов, либо дополнительное налогообложение сверхприбыли банков. При пассе лучше всего живут банки, историческая прибыль и топливные компании. Это в условиях того, что падают доходы населения и падает экономика. Возвращаясь, куда попадают деньги из-за рубежа? Но помимо того, что падают доходы бюджета из-за того, что они убивают внутренний рынок, внутреннее производство и внутреннюю экономику, еще одна интересная статья – нагрузка на бюджет – это административная нагрузка. Четыре новых министерства. Это повышенные зарплаты шефов агентств, министров, службы информации безопасности, судей конституционного суда и куча всего. Агентство «Патриот» новое. В итоге четыре министерства – это пару миллиардов леев просто кинули нагрузку на бюджет. Но этот бюджет не генерирует доходов, он падает, а расходы растут. Что они делают? Они увеличивают внешний долг и, внимание, сокращают социальные расходы. И в холодное время года, вот тоже вотум недоверия, который выдвинула наша фракция против правительства Речина, он на этом и основывается. Что в холодное время года непонятно, как будет функционироваться, нет денег в бюджете на помощь в холодное время года. По дровам информации нет, по чем газ, сколько у Молдовы есть газа, где он хранится, сколько мы платим за хранение и так далее. Хотя это информация публичного интереса, это деньги людей, этого всего нет. Именно поэтому мы потребовали отставки этого правительства. Но коротко, они заимствуют деньги, чтобы перекрыть дыры бюджетные, созданные из-за них. И просто их задача продлить себя во власти еще там на годик, годик полтора-два. Вот и все. Но вот те самые внешние долги, которые достигли исторического максимума, их прощать ни один западный партнер не будет. И эти все долги, как показывает практика Республики Молдова, придется возвращать. В 2001 году, после ликвидации организованной преступной группировки, произошла очень долгая процедура. Два года правительство вело переговоры со всеми внешними донорами, рекструктуризация, выкуп долгов и так далее. То есть годами возвращали эти долги. Это в любом случае придется делать. ПАС обойдется, ликвидация последствий ПАС обойдется бюджету страны и людям несколько лет очень серьезной работы. Несколько лет? Ну, думаю, десятилетия. Дай бог, чтобы все-таки власть изменилась так, которая будет думать обо мне, по крайней мере. Потому что я приближаюсь к возрасту, когда уже называют старым. Ну, а сейчас пожилой. Много, конечно, сказано. Но я как понял, ваши все выступления в парламенте это воздух. Потому что по всем вашим инициативам вы будете согласны со мной хотя бы в одном. Но они просто наплевают. Я с вами не соглашусь, что это воздух. Так принято. Я воздух сказал почему. Почему? Вы говорили для людей. Потому что я смотрел и другие смотрели. Мы расшатали власть. Очень много публичной информации, которая появилась о проблемах правительства, о схемах. Это благодаря нашей фракции. Целый ряд отставок министров произошел по требованию и по работе нашей фракции. Целое правительство ушло в отставку Гаврилица. После нашего ввода ума недоверия, после того боя, который мы провели. И очень много, повторюсь, полезной информации и в Молдове, и за пределы Молдовы ушло благодаря нашей деятельности. Именно мы являемся основным мотивом, который ослабляет эту власть. Мы выполняем главную роль оппозиции. Мы уважительно относимся и к вам, мы уважительно относимся ко всем телезрителям и нашим гражданам. Именно поэтому мы там боремся. И это очень неравная и трудная борьба. И, к сожалению, она неравная и трудная, потому что люди дали им 63 мандата. Но, тем менее, именно благодаря нашей ведущей работе, эта власть сегодня имеет большие проблемы. Она обваливается в рейтинге. И самое главное, мы реализовываем свою миссию как депутатов. Кто, если не мы, будем доносить мнения граждан? Кто, если не мы, будем ставить эти вопросы? Поэтому для нас это принципиально важно, участвовать в парламенте, говорить, слушают они или не слушают. Знаете, в чем их самая большая проблема? Они не слушают, потому что не хватает серого вещества, чтобы осознать, что говорят. Серое вещество какого? Оно разное бывает. Того, про которое вы правильно поняли. Не хватает для того, чтобы даже понять. Я очень часто вижу, ну ладно, у меня там могут быть политические выступления. Выступления, я абсолютно точно говорю, что большинство моих выступлений основаны именно после встреч с гражданами. Это обращение граждан, которое я доношу в парламенте. Но есть выступления наших экономистов, Олег Массеевич Рейдман, Петр Бурдужа, юристы, когда выступают, технические моменты обсуждают. Не поверите, у ПАС ломается мозг. В их глазах видно, что они бы даже, может, и хотели понять, но там некому. К сожалению, некому. Ну, они считают незачем. Вы знаете, у нас заканчивается время, да, но хотел бы, ну, такой простой вопрос. Вы верите, что фальсификации данных выборов не будут? Интересный вопрос. Тут надо понять для себя, о чем мы говорим. Они будут пытаться фальсифицировать. И надо понимать, что фальсификация выборов происходит не только в день выборов. Не только, когда подсчитывают бюллетени. Это происходит на протяжении всей кампании. И сегодня мы видим, как представители власти, используя Центральную избирательную комиссию, пытаются фальсифицировать выборы недопуском кандидатов некоторых на должности примаров, консильеров. Разрешением начала кампании представителями ПАС с мая месяца. И многие-многие процессы, которые вызывают возмущение в обществе. Чего стоит только встреча Центральной избирательной комиссии с послом США. В какой стране цивилизованной, которая... Не цик встречался, а посол встречался. Ну, начнем с того, что такие есть. Хозяин пришел. В этом отношении это на самом деле возбудительный факт, который любому нормальному человеку просто взламывает мозг. И не верится иногда, что такое может происходить. У нас это происходит. Поэтому мы в этом отношении, как партия коммунистов, уверена, что и мои коллеги по блоку, будем оказывать полное сопротивление. Мы подготовили людей, которые будут наблюдателями, представителями в избирательных комиссиях. А независимые будут? Независимые наблюдатели? Да. Ну вот сейчас я завтра буду иметь встречу с наблюдателями от ОБСЕ. В понедельник буду иметь встречу с другими наблюдателями, тоже международными. Обязательно им донесу ту позицию, которая у нас происходит. Те факты нарушения, попыток фальсификации, которые происходят до начала самого дня выборов. Но во время выборов это наша задача, в том числе партийная, как конкурентов избирательных. Вы уверены, что фальсификации не будет? Я говорю, что они... Даже при всех ваших действиях. Они попытаются сделать все. Но давайте будем честными. Я, например, по поводу фальсификации выборов участвовала в международном форуме в Санкт-Петербурге. Там были представители молодежи, представители молодежных парламентов. И азербайджанцы, представители Азербайджана, представили очень интересную статистику. Даже в самых тоталитарных государствах, согласно их анализу, фальсификацию можно провести максимум 5%. Если люди выйдут голосовать, массово дадут свои голосы против ПАЗ. Я абсолютно уверена, у них ничего не получится. И люди должны это осознать и понять, что они должны выйти, что они должны проголосовать, что они должны сказать свое слово в развитии государства. И я уверена, что с учетом, с применением всех возможных махинаций, фальсификаций, которые они будут применять, выбор граждан никто не сможет отменить. Поэтому я говорю, давайте уже поколение пусть поменяется с коммунистической партией. Давайте. У нас есть молодежь. У нас есть молодежь. Лидер у вас есть? Да. И я секретарь ЦК, и я руководитель в том числе. Владимир Воронин, которого избирает съезд партии коммунистов. Все правильно. Я говорю, я за молодежь. Отлично. Он воспитал очень много молодежи. Попытка фальсификации выборов происходит через подкуп государственными деньгами, через условия, через структуры подчиненной Центр-Избиркому, через попытки давления через соответствующие компетентные органы запуганных людей. Целовые ведомства. Но тем менее, хочу вам сказать, что сегодня в территориях у людей пошла волна против этих действий. В день выборов будет наблюдать вся страна. Помимо того, что мы как партии будем взаимодействовать между собой и наблюдать в день выборов за тем, чтобы не было никаких попыток влияния на ход голосования, мы абсолютно уверены, что любые попытки влияния на этих выборов приведут для этой власти к очень печальным последствиям. Соответственно, я абсолютно уверен, что люди будут голосовать массово против Майи Санду. Я абсолютно уверен, что это будет первый важнейший шаг в тех изменениях в стране, которые хотят люди. И я абсолютно уверен, что местные власти будут очень заинтересованы как можно скорейшей организацией парламентских и президентских выборов. Когда люди будут голосовать массово и наблюдать за ходом выборов, ни одна власть не сможет на это повлиять. И это не какой-то оптимизм, это абсолютные реалии, которые мы уже проходили. Выбор за людьми. Люди будут спать, люди проснутся, все будет хорошо. Но из того, что мы замечаем, люди проснулись. Вы знаете, интересно было поговорить, поспорить. Хотя спор у нас был только с вами. А здесь уже опытом политик. Вы очень интересно подискутировали, ничего там не спорили. Да мы беседовали. Интересная, живая дискуссия. И вы знаете, насчет десятилетия надо отпраздновать великолепным образом чрезвычайное положение. Я всегда задавал вопрос и никогда не слышал у власти ответа. Почему в Молдове чрезвычайное положение? А те границы, которые с Украиной, на которые идет война, да, Польша, Румыния, Венгрия, что-то не ввели чрезвычайного положения. А? Ответьте мне, те страны вкусные. А вот Молдова, кроме винограда на сегодняшний день, который невозможно реализовать за пределами Молдовы, ну, что поделаешь, это вот такое вот ценное. Спасибо вам за то, что вы пришли. Спасибо. Спасибо вам. И у меня надежда, что все-таки смена поколения произойдет безболезненно в партии коммунистов Республики Молдова. Главное, чтобы на уровне страны. А в партии коммунистов мы разберемся. Ну что, 28 октября мы участвуем в 30-летии в юбилее партии коммунистов. В партии коммунистов все нормально, у социалистов тоже. Ну вы как? Вот я говорю, политик, политик. В конце программы так вот сделал, подрезал меня. Дополнил. Дополнил. А так всем желаю удачи, радости. Сегодня пятница, 13-е. Завтра у православных покрова. Ну, пойдите в кафешки, в рестораны. Но если есть деньги, всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова